Мы говорим с вами о результате, да? Результат также зависит от силы человека. А есть три типа силы. Есть сила психофизическая, она вырабатывается с помощью аскезы, контакта с природой. Например, бывает у человека энергии воли не хватает. Вот, допустим, девушка не может выйти замуж. Я смотрю, у нее блок, связанный с динамическим напряжением, это энергия воли. Я говорю, у вас какое ощущение-то? Она говорит, это чувство, как будто что-то мешает, препятствие какое-то, замужество. Я говорю, значит, нужно длительное движение. Если будете длительное движение совершать, то препятствие пройдет. Потому что вы волевой фактор усиливаете, у вас вижу цель, не вижу препятствий. У вас появляется сила, она вырабатывается длительным движением. Если тебя колбасит, рядом с близким человеком обижаешься, значит, не двигайся. Неподвижное положение тела вырабатывает спокойствие, терпение. Это тоже сила, которая дает возможность быть вместе. А если у тебя валится, сыпется настроение, значит, пост на воде. И у тебя будет жизнерадостность. Потому что, когда ты постишься, когда жрать хочется, есть два варианта. Или ты будешь радостным, или сдохнешь. Те, кто постился, тебе знали. Как только обечалился, сразу все. Или дай тебе жрать, или что. Или ты радуешься, или сдохнешь. Или преградишь пост. Третий вариант. А если обрадовался, значит, пошло солнечное питание. Ты через радость питаешься, уж радуешься. Значит, пост учит тебе солнечному питанию, радости. А потом ты в жизни это применяешь. Тебя гнут, а ты радуешься. И все думают, ну классный человек, ему бесполезно гнуть, пускай живет. Все. Ну, то есть, ваш вопрос, он касается другой темы. Это не тема победы над судьбой, а тема эффективной жизни. Как эффективной жизни? Это другая. Если у вас спокойно все внутри, вас никто не трогает. Никто к вам не пристает, значит, вы судьбу победили. Теперь надо научиться правильно жить так, чтобы был результат. Лили-ли-ли-ли-ли воду в решету. Вот-вот-вот-вот тебе и здрасте. Ну, то есть, воду в решету надо лить, нет? Нет, ты на тарелку лить. То есть, есть действия, которые дают результат, есть действия, которые не дают результат. Поэтому надо понять, почему у тебя нет результата. Вот девушка, допустим, говорит, на меня никто не смотрит. Как я выйду замуж? Ну, а почему на девушку должны смотреть? В чем причина? Почему парни смотрят на девушку? Ну, красиво это что значит? Конечно. Энергия. Энергия, да? Которая заставляет смотреть. Как жена говорит, ты что на нее смотришь? Я говорю, я это что не смотрю? Я не знаю, что получается. Заставляет смотреть на себя. Красиво притягивает взгляд. Хорошо. А ведь иначе я взгляд притягиваю, не знакомится. Ну, значит, слабовато притягиваешь. Вот, хорошо. А как усилить притягивание? Для этого надо заботиться обо всем. Если притягиваете не те... Ну, значит, у тебя недостаточно качеств хороших. Значит, надо ходить в храм, перестать жрать мясо. Вот. Развышаться в сознании. Перестать пить, курить. Вот. Вообще ничего не делать. Значит, тогда молиться. Развышать сознание. Постепенно, чем чище ты будешь, тем чище к тебе люди притягиваются. В умные достаются в умные, а я досталась тебе. Легко Моликыч, а что важно понимать, как красивая женщина? Да любая женщина может быть красивой, если она имеет силу. Есть женская сила, есть мужская. Вот мужская, мужчина красивый, что значит? Влиятельный. Если у нее есть влияние, значит, он красивый. А если невлиятельный, значит, нафиг он нужен. Но у женщины будет же несколько энергий, может быть? Имеет значение. Имеет значение, что она привлекает человека. Можно вообще внешне быть некрасивой и привлекать при этом. Это значит, что энергия красоты женская означает, что женщина любит людей. Людмила. Людям мило. Почему мило она? Потому что она любит людей сама. Вот чем женщина от мужчины отличается? Женщина любит людей. А мужчина любит победу. Понимаете? Мужчина живет ради победы, а женщина живет ради людей. Ей люди нужны. А мужчине нужна победа. Она говорит, и что люди не нужны? Женщины родиться будут нужны. Я только дослуживала, ну, по-моему же, конечно. Ну, молилась, но в монастырь мне есть. Ну, муж ушел в другую. Поехала бы на нас. Я стала, да. Сейчас я стала на 4 года старше. Я сейчас смотрю, думаю, боже мой. Правда, Леонид Геннадьевич же говорит. Ничего не делаю. Просто хожу там, ну, и читаю. Вот прям вот лепится. Я думаю, господи, боже мой. Что же вам не изменилось-то? Просто еще постарело, повзрослело. А на самом деле, оказывается, я нужна кому-то. Просто это интересно. Да. Потому что это и говорит, что молитва... Надо любить людей. Вот девушка, она хочет любви к себе. Хочет, чтобы ее любили, заботились, ласково к ней. Но потом она хочет замуж, означает, чтобы кто-то любил. А если она это желание пересиливает и начинает других любить, а всех радуется людям, радуется природе. Есть разные виды красоты. Вот, допустим, девушка радуется солнышку, радуется травке, деревьям. Это тоже красоты. Это называется жизнерадостность у женщины. Она тоже пробегается. Или, допустим, красота, которая вызывает любовь. Зависимость мужчины от женщины. Это уже любовь к людям. Если женщина любит людей, радуется всем, служит, заботится обо всем, значит, она увеличивает себе эту силу. И в какой-то момент настолько сильно увеличивает, что уже не может оторваться от нее человек. Эта сила дает возможность выйти замужем. Если ты постоянно думаешь, что я что-то не замужем, я одна все время. Значит, никогда не будешь. Если ты мечтаешь постоянно, значит, одна будешь. Потому что у тебя не хватает социальной силы. Социальная сила отрывает человека от себя и приковывает к другим. И разные виды социальной силы дают разные виды успеха человеку в жизни. Это знание тоже надо изучать. Где я хочу успех? Где ты хочешь успех достигнуть? Вот такой вид силы тебе надо иметь. Хочешь замуж, люби людей, заботься о них. Хочешь торговать, чтобы товар продавать хорошо, учись бескорыстие. Учись жадность свою заменить на желание помогать людям. Если ты хочешь власти, тогда учись защищать людей. Делай так, чтобы им с рядом с тобой было спокойно. Чтобы они чувствовали заботу, защиту. Тогда у тебя будет власть. А если хочешь славы, тогда тебе надо людям давать знания. Помогать им знания. Или делать им приятно. Вот, допустим, есть слава, допустим, у артистов. Они могут делать приятно людям. И когда они получают славу, сразу скажут, ты можешь приятно делать. Или давать знания, делать приятно. Осчастливить людей. Можешь осчастливить людей, значит, тогда будешь славным человеком. А если хочешь власти, тогда защищай. А если хочешь денег, тогда стань щедрым. Помогай. Бог даст тебе деньги. Он притягивает к тебе, будет. И говорит, как притянуть деньги. Вот так. Притягивать. Визуализировать. Доллары, доллары. Такие притягивания. Такое рассказывает. Надо делать добрые дела, и тогда тебе люди полюбят. Одно условно не мешает. А? Одно условно не мешает. Можно без овесиировать и делать добрые дела. Я так считаю. Есть знания. Вот, допустим, есть жадность, а есть добрые дела. Они идут в противовес. Чем больше жадности, тем меньше хочется тебе делать добрые дела. И от тебя идет жадность. Если от тебя идет жадность, то ты не привлекаешь. Вот ты смотришь продавцу в глаза, а он у тебя пился. Ты думаешь, я здесь не буду покупать. Потом идешь к другому, а он хочет тебе помочь. Он улыбается. Здесь искусственно ничего не сделаешь. Ведь многие улыбаются. Все им обучались, как продавать. Надо улыбаться. А внутри жадность. Ее никуда не деть. Ты улыбайся, не улыбайся. Вот. Поэтому люди не притягиваются. Я разок изучал, что кем по бутикам идут. Ну, мне надо было ботинки купить. Я всегда, ну, приятное с полезным. Я иду и смотрю, кого я покупаю буду. И все такие. Это мнение, это не мое. Вот. Смотрю, одна. Одна. Женщина стоит и улыбается мне просто. Ботинок нет у нее в банке. Больше никто не улыбается. Я подхожу к ней и говорю, слушай, а где ботинки продают? Она говорит, ну, пойдем я тебя провожу. Проводила меня. Хорошие ботинки купил себе. Назад идут, опять улыбается. Подхожу, а у вас что? И у нее что-то купил. Потом думаю, блин, как ли так получилось? Я же продался. Я в соседнюю лавку захожу, спрашиваю, как у нее продажи. Она говорит, она, он, она говорит, заговоренная. Она 4 часа постояла, у нее все, улетела, пошла домой. Ну, тут Паша целый день. Нет, это другое. Вы искусственно это не сделали. Это можно сделать, только желая помогать людям. Один мужик, это я прочитал в интернете. Он в супермаркты пошел купить себе продукты. И бабушка купила кусочек хлеба себе всего лишь и немножечко маленьких пакетик молока. Я ее спрашиваю, ты что так мало себе купила? Она говорит, сыночек, да у меня денежек нету и сил уже таскать больше. Он говорит, ну, есть же и добрые люди. Давай я тебе все принесу и куплю. Взял ей, купил целую корзину продуктов. И несет ей домой, идет, говорит, а дыки у тебя есть? Она говорит, есть. Ну, они говорят, чтобы ты сдохла быстрее. Потому что квартира-то пустует в центре Москвы. И вот они мне желают, скорее бы я сдохла. Он говорит, он принес ей все, разложил, говорит, а у тебя телефон есть у твоих детей? Есть. Вот телефон. И он пишет им, вы вперед сдохните, я о ней буду заботиться. Как вы думаете, он что, без денег останется этот человек? Почему? Потому что он притягивает. Вот вы все притянули сейчас эту историю к этому человеку. Но что вы думаете, он не притягивается другими людьми? Ну, конечно, уже у него будет удача в жизни. Я поментировал через интернет на этот человек, посмотрел, у него все классно с деньгами. Почему? Потому что он знает, интуитивно или неинтуитивно. Он знает эту формулу. Хочешь, чтобы деньги к тебе притянулись? Начни помогать людям. И надо, чтобы твоя жадность стала слабее, твоего желания заботиться. И тогда удача, вот на эту разницу будет удача уже в деньгах. То есть тебе будут притягиваться люди, потому что они не будут чувствовать твою жадность. Вот в чем заключается знание. Жадность, конечно, для человека склонен торговать. У него обязательно будет жадность. Склонен к власти. Но склонен к быть руководителям, всегда будет властолюбие. Но одно или другое будет сильнее, все зависит от его благочестия. Если он склонен больше заботиться о людях, то тогда он удержит власть. А если нет, значит она постепенно у него будет сыпаться через ненависть людскую по отношению к нему. Эта ненависть растушит постепенно его власть. Власть это сила благочестия. Чем больше силы, тем больше власти. Но если у тебя не хватает противоположной силы, значит рано или поздно твоя власть закончится. И если ты будешь ее насильно удерживать, значит получишь еще небо в клеточку. Потом. Как результат. Поэтому. Существует знание о социальной силе. Но мы говорим сегодня не об этом. Мы говорим о судьбе. Самое первое, что важно понять, это то, что судьба это не человек. Судьба это мои поступки, которые я совершал в прошлом. И она меня обязательно догонит. Тяжелая судьба бывает трех видов. И надо разобраться, что именно со мной происходит. И действовать в правильном направлении. Если первый вариант, просто жить нормально, никого не трогать и все наладится. Второй вариант, надо нормально жить, у тебя не получится. Потому что твоя судьба тебя учит независимости от ситуации. Ну допустим, жесткая судьба пришла в твою фирму. И ты хочешь больше денег заработать в это время, когда жесткая судьба пришла. Какой будет результат? Много хочешь, мало получишь. Чем больше ты будешь хотеть заработать, тем больше будет все сыпаться. А тебе что надо в это время сделать? А тебе надо отстраниться от этой идеи зарабатывать деньги. И просто спокойно жить. То есть в это время надо развивать себя, обучиться чему-то, сохранить коллектив. Ну то есть надо переключиться с этой идеей, зарабатывать на что-то другое. И тогда у тебя все будет хорошо. Но если ты не поймешь, что такое жесткая судьба, и полезешь туда опять в ипотеке, там еще что-то, то у тебя все поступится. Ты разрушишь свой бизнес. Ведь что такое жестокая судьба? А жестокая судьба это другое. Это когда бас на каракузике кончил дистанцию. Когда она такую фразу произносит. И ты ничего с этим не сделаешь. Теперь мы должны понять, что в целом любая судьба, она тяжелая. Она всегда человека истощает. И если ты не понял, что именно истощает, и будешь что-то другое делать, то тебе не поможет. Вот допустим, тебе надо пить, а ты ешь. Будет результат, нет? Тебе надо попить, а ты ешь. Какой будет результат? Тебе будет еще больше пить, котец. А если тебе надо есть, а ты пьешь. Будет результат, нет? Надо делать то, что надо, так? Итак, мы должны понять, что судьба действует на три слоя. Первый слой – здоровье. Как определить, что на здоровье действует? Мы сейчас изучаем с вами уже. Пытаемся диагностикой, забраться в диагностику. Второй слой – социальный. И третий слой – это твоя мотивированность в жизни, духовная. Если на здоровье влияет, как меняется жизнь? Вот судьба действует на здоровье. Ну какая судьба? Там муж уходит, там на работу валится. Любое внешнее действие может влиять или на твой социальный слой, или на здоровье, или на твою мотивацию в жизни. Соответственно, три абсолютно разных вида действий. Есть люди, которые всегда молятся. Допустим, жена уходит, молимся. А у тебя геморрой вылазит в это время. И молитва тебе поможет или нет? Ты молишься, а он вылазит. А что надо делать в это время? Да, то есть, когда ты видишь, что сыпется здоровье, неважно какая судьба действует, то ты должен совершать аскезы и быть на природе. Две вещи. И соблюдать режим дня. Понятно? Три вещи нужно, чтобы поправить здоровье. Больше ничего не надо. Вы говорите, к врачу надо идти. Врач это тут-то брел. Надо идти к человеку, который тебе поможет разобраться, что делать. Потому что есть лечение. Лечение означает, что тебе просто пытаются на время помочь выжить. Ну как-то смягчить ситуацию, снять обострение там. Но это не лечение. По факту, настоящее лечение. Это убрать глубокую причину, которая... Глубокая причина – это влияние судьбы. Она что делает? Она уменьшает энергетику в теле. Уменьшенная энергетика приводит к тому, что орган не может нормально функционировать, поэтому возникают хронические заболевания. Так все болезни возникают. Какие бы ты ни придумал. И существует всего три энергии, потому что у души есть сознание, это ее энергия. Души. Вот, допустим, девушка вся из себя. Это ее энергия. А мужчина, допустим, это его энергия. Но есть душа внутри, у каждого человека. И у нее есть энергия. Как увидеть энергию души? На человеке. Это его настроение. Это как он выглядит. Это энергия. Вот если вот девушку красивую взять, и из нее выходит душа, то она становится трупом. Какая бы она красивая до этого не была, она уже не такая красивая. Когда она становится трупом, она уже не такая красивая. Правда? Из нее ушла энергия. Так? Хорошо. Поняли, да? Вот эта энергия делится на три составляющие. Каждая душа хочет вечности, она хочет жить всегда, никто не хочет умирать. Каждая душа хочет счастья, никто не хочет жить несчастным. И каждая душа хочет знания. Нужно знания. За исключением тех душ, которые все и так знают. Все остальные хотят знания. Когда человек считает, что он все знает, называется годность. И она разрушает жизнь. Это опасно. Итак, знания же на разных уровнях можно воспринимать. Каждая, что ты познаешь, а оказывается, у меня на практике это все определяет. Вот так три энергии у души. И это очень важное знание. Поэтому в соприкосновении с телом соприкосновении с психикой и соприкосновении с нашей душевной составляющей всегда эти три энергии существуют. Если, допустим, человек хочет со здоровьем разобраться, он должен знать, что есть только три вида нарушения здоровья. В организме может возникать скованность. Это нарушение энергии вечности движения. В организме может возникать жар или воспалительные процессы от нарушения движения энергии знания. В организме может возникать токсины, лишний вес, амок, или это нарушение энергии счастья движения. Когда человек находится в депрессии, у него снижено настроение, у него копятся жрач и токсины. почему человек ест? Он хочет поднять настроение. Обычно это происходит вечером. В вечернее время солнце, когда оно стоит высоко, солнце переваривает все. Солнце, на энергии нет, оно село, переваривать нечего. Цикл пищеварения становится незаконченным, поэтому копится жир. Это не потому, что у тебя складываются запасы, как люди думают, а это недоваренная пища, жир. Организм не может до клеток довести продукты, поэтому он их складывает где попало. Это называется токсином в организме, лишний вес. Причина сниженное настроение. Оно дает жрач по вечерам и потом дальше токсины. Лишний вес превращается в доброкачественную уху и потом в злокачественную. Потом понос уху и смерть. Понятно, последовательность. Поэтому мои дорогие друзья, надо убирать сначала плохое настроение, если ты хочешь убрать лишний вес. Надо разобраться с настроением, иначе жрать все равно будешь ночью. и терроризировать свой холодильник будешь все равно. Потому что никто не сможет заснуть в плохом настроении. Будешь ворочаться, ворочаться, и потом все равно пожаришь. И подумаешь, блин, нафиг я послушал этого Олега Геннадьевича. Лег, надо было сразу пожрать, честно. слушать, а слушать надо было серьезнее. Потому что я говорю о настроении сейчас, а не о холодильнике. Вторая энергия, которой не хватает, это энергия знаний. Когда человек нервничает, раздражается, чувствительность высокая, не могу находиться рядом, это любительность, нервливость, чувство несправедливости, это нехватка энергии знаний. Она разогревает. Этот разогрев приводит на физическом плане к воспалительным процессам, на психическом плане к повышенной чувствительности ранимости, невозможно быть вместе. Третий вид энергии, это энергия вечности, она когда на психическом плане нарушает движение, человек чувствует непреодолимые препятствия, у него страдает воля, чувство безысходности, не хватает сил, стена передо мной стоит жить. А на физическом плане напрягается тело, спазмы боли, скручивает суставы, позвоночник, мигрени, это все энергия вечности на физическом плане. на плане духовном энергии вечности не хватает, человек чувствует, что нет смысла в жизни. Энергии счастья не хватает, значит, нет счастья в жизни. А энергии знания не хватает, значит, сходит с ума. Он тупее, ничего не не сопрождаем. Из меня крокодильчики вылетают. А что вы на меня бросаете? никого не хватает на обеззнание вы доктора или у пациента? Ладно. есть три типа действия, которые эти энергии восстанавливают. Есть действия физическое, психическое и духовное. На физическом плане восстанавливают эти три энергии аскезы. Аскеза означает, что ты делаешь, что тебе не нравится. Но это очень полезно. Вот, допустим, ты длительное движение совершаешь, и тебя увеличивается в организме энергия вечность. Пробиваются все блоки, и болезни уходят, и даже на социальном плане. Вот, есть же преддействие, означает, что ты так выглядишь, что тебя хотят взять на работу. Это называется решимость. Ты приходишь, и тебя хотят взять на работу. Знаете, об этом же так бывает. Говорят, удачливый чего-то. Знаете, что энергия вечности очень сильная у меня. У меня был один знакомый, была такая ситуация, что надо было попасть к этому министру, для того, чтобы ему предложить доброе дело какое-то. Ну, и так оно получилось. И один у меня был знакомый, который говорит, пойдем к этому министру. Я говорю, как пойдем, надо записаться в очередь, может, тебя он даже не возьмет там, и так далее. Он говорит, у меня нет с этим проблем. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, пойдем, одевайся нормально, пойдем. Пошли, короче, это было в Москве, дом правительства, это было 20 лет назад. он заходит, там много пропускных зон, и охранники стоят. Он подходит к охраннику, говорит, это со мной. Он говорит, хорошо, мы проходим вдвоем. Ты такой, опа, я мне, когда проходил сквозь этого охранника, у меня ноги подкосились чуть-чуть, я выдержал. Я вам рассказываю реальную историю и придумал. Потом дальше мы пошли к этому министру сразу, там очередь стоит. Он говорит, вставай, в конце очереди. Я встал, в конце очереди. Он тоже встал со мной, вот такой встал, такой на низком встал. И выходит человек из двери. И он идет прямо туда в дверей. И секретарша говорит, вы куда на него? Он такой на нее смотрит и вообще как бы как будто он здесь все время жил в этом коридоре. Это не новое, незнакомое для него место. И он в открытую дверь смотрит прямо на начальника. а тот угарает. Ну тот просто смеяться начал ржать как этот как конь. Потому что такая наглость. Он говорит, этот говорит, договаривались секретарь. И такая ну ладно. Начальник вообще говорит, ну ладно, заходи. И он меня зовет тоже, я захожу. Представляете, какой человек, какая сила боли. называется энергия боли. И она может быть сильнее людей. тогда человек добивается всего в жизни, чего считать нужно. Но это искусственно не сделает. боли или вечности. Энергия вечности в человеке сильнее. Длительное движение. Верх ходьба, да. Бесстрашие тоже, решимость, союз стремленность, твердость духа. Это все одна и та же энергия, она по-разному просто проявляется. Есть. Я еще раз видел, как он проявлял эту энергию. разок должен был идти, духовный фестиваль должен был идти. И тучи собрались, а там на открытой площадке мероприятия и он встал вот так вот, встал в ручей в ледяной, встал и воду вот так, и вот так руки поднял вверх. И вот так смотрит и эти начали облака расходиться. И вот так вот встал, да, и пошли облака расходиться. Ну, это энергия воли, она может действовать куда угодно. У меня тоже в жизни была такая ситуация, я на открытом воздухе с одним очень приятным человеком обучал его молитвы. но для меня это было важное время. Ну, чё-то мало времени, но как бы мы встретились. Вот. И я вам рассказываю то, что я почувствовал. Собрались тучи, я почувствовал, сейчас прямо выпадет дождь, что вы знаете, обычное такое состояние, передождевое такое, как зыбка так, и влажное такое состояние, как будто сейчас уже брызли. И я такой мысленно туда обращаюсь вверх. Сейчас нельзя, надо мне закончить обучать молитве человеку. И я почувствовал контакт с этой энергией дождя. И вот такое ощущение, как будто природа хочет писать. Я вам рассказываю. Вот. И она послушалась меня. И раз и как будто она вот как знаете человек хочет писать, но не писать там вот терпит. И она терпит такая. И мы молимся минут пять-десять. Потом я чувствую, что опять сейчас скучается такой. Я говорю, еще не успеем, мы еще не все, нельзя. И опять она подчиняется, терпит опять. И так три раза. Потом когда мы закончили, опять спустилась, я говорю, ну теперь можно и сразу. Я первый раз в жизни почувствовал, как природа, она наживая, и она тебя слушает. А потом другой раз у меня не было нужды сильной, но я решил попробовать. Я в Минск приехал, и мне надо было зарядку на свежем воздухе сделать и покупаться, чтобы себя прийти перебиться. Время мало оставалось. Я пошел на улицу и пошел дождь. Я подождем зарядку делал, думал, Валим, что-то меня это достало. Я вспомнил и как бы настраиваюсь. Давай, дай мне зарядку сделай, почувствовав энерги природы. И то же самое, что я вам бы сказал, то же самое начало сдерживаться. Но так как у меня не было важного какого-то мотива. Я для себя это делал, поэтому дождь просто стал слабеньким. Но он закончился. И я так просил все время усдержаться. И потом, когда закончил, оно полилось. Но два раза в жизни у меня такой контакт с этой энергией произошел. Я больше не пробовал даже и не вижу смысла. Потому что не нравится пытаться природу как-то контролировать. Нечестно, как я чувствую, что это нечестно. Но в целом вот так это работает. То есть как он там сделал, я не знаю. у меня вот так договаривался. Вот. Ну то есть вторая, когда человек обидчивый, раздражительный, у него чувство отчаяния внутри, несправедливости. Это энергия знания справляет. На физическом плане воспалительный процесс, аллергии в организме кожи, кожные болезни вот эти все, сахарный диабет, молитвальная астма. Это все энергия знания страдает. Жар излишний телик. Чему-то жарко спать, душно. Надо охлаждаться, постоянно много воды пить. Это не факт энергии знания. Это то же самое происходит, когда человек расходует энергии знания. Я вот читаю лекции, мне после лекции всегда вечером еморозная. Почему? Потому что я перегреваю или пив воду много. Дочитаю лекции, идет перегрев. Знания надо передавать. Когда человек не двигается, неподвижное положение тела делает, то он энергию знания у себя усиливает, она начинает циркулировать сильно в организме. Когда человек не двигается, неподвижно стоит, у него затекает все тело. Это затекание тела означает, что энергия знания не пробивается. Если человек научился стоять неподвижно, допустим, у него тело перестало затекать, меньше затекает, это значит, энергия движется в теле хорошо. Вот эта отечность, это микровоспаление, которое мешает двигаться энергии знания. Когда энергия 2, энергия не двигается, она охлаждает организм. И у тебя ничего не затекает, ты можешь долго не двигаться и нормально. Люди думают, что это кровь не поступает. Действительно так, но если у тебя блоков вот этих нет энергии знаний, то кровь движется даже хорошо, даже если ты сидишь допустим в алмазе или двигаешься, или бабочки, долго они у тебя, все нормально, все поступает. Это называется очищение организма. То есть ты вот такие аскезы совершаешь неподвижно положить тел, на физическом плане проходят воспалительные процессы, а на психическом ты становишься эффективным, повышенная чувствительность заканчивается, аллергии заканчиваются. Это все энергии знаний страдают. Есть энергия счастья. Когда человек постится, то он вырабатывает энергию счастья, и человек пропадает желание на ночь есть. Он не переедает. На физическом плане у него не копится слизь во рту, кашлять не хочется, про вирусные болезни меньше становится. Не копится лишний вес. На психическом плане он становится жизнерадостным, счастливым. На духовном плане человек становится удовлетворенным жизнью. Что значит удовлетворенным жизнью? Это значит, что человек энергия счастья действует на высокие сферы жизни. Есть энергия знаний, когда на высокие сферы жизни действует человек, успокаивается сильно. У него в сердце наступает спокойствие, глубокое энергия знания. Значает сильное спокойствие, а потом он понимает, как надо жить, что делать. энергия энергия вечности у него на духовном плане действует в праве, то человек целеустремленный в жизни, он знает, что все получится, он всего добьется в жизни. Я всего добьюсь, у меня вера или спокойствие, вера это энергия знания, всего добьюсь, цель, целеустремленность, энергия вечности, вера, энергия знания и счастье в своей жизни. Значит, энергия счастья глубокая. Спасибо. Ну вот, допустим, глубокая энергия счастья. Глубокое понимание энергии ветра, да? Сначала голос ребенка подобрали, да? Такой сильный, гордый, такой смелый, это пронсительная, это энергия ветра тоже. Потом дальше песня сама по себе, да? Сначала радость ветру, потом дальше результат какой-нибудь про смелую больших людей, какой-то результат, кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется, то есть смело надо жить. Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. это энергия ветра, и она вырабатывается в организме теми, кто в среду с нами в 8 утра пойдет бегать. как страны и пустонок перед горе и интернатам недоступно наслаждения. Ну, значит, не повезло. Самое главное, поймите, в этой жизни перенять настроение, перенять веру. Самые разумные люди перенимают веру. Допустим, мы будем бегать, желать всем счастье. Знаете, это таинство такое. Мы бежим, и все, кто встречается, мы добрым утром, радуемся, все люди такие, у вас что за мероприятие? Какие самые, которые что-то шевелятся, они спрашивают все, что происходит. через что происходит. А мы бежим, всем начинаем счастье, улыбаемся, радуемся. И потом постепенно ты входишь в такое состояние, что люди даже, ты просто видишь тебя, и уже улыбаться начинают, смеяться при встрече. Классно? А потом ледяную воду. Чего ледяную и обручает. Море дает силу. И холодная вода, это самая лучшая вода, это холодная вода. И самая холодная, это самая лучшая. Но надо ее принять. Когда ты ледяную воду хотя бы один раз в жизни принял, ты от нее никогда не сможешь отказаться. А с головой то я селегреться. Да мы, мои хорошие, там не ныряем, мы стоим. Я регулярно отнимаю с ним. Это все ни о чем. Надо стоять. Ну, вот, у нас есть на сайте таксмок.ру раздел материалы. А какой сайт? А! 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 Есть раздел материалы. В этом разделе есть подраздел расчет времени аскез. Туда заходите, там человечек в воде стоит. Выбираете первую воду, выбираете сколько стоят, внизу циферка 5 должна быть. 5 это значит все 5 слоев психично. И все зависит от воды. Если это как мы стояли в Риге 0,7 градусов, значит 4,5 минуты. Если как в Москве 3 градуса значит 5 минут. Если 28 градусов то 70 минут. Ну вот так где-то. А если было? Если было, значит не повезло. Чего вас от упора? Чего такая. А плавать можно? Плавать можно. Можно. Не, можно, все равно вода будет чистить, хоть плавает, не стоит. Можешь отдыхаться на волнах. Лучше стоять или плавать? Ну женщины в основном плавают, им холодно потому что вода это женская стихия. Вот мужчинам тяжело солнце переносить. Вот если вы допустим в Сибири приехали семьей допустим в Сочи то женщине будет хорошо мужчина сдохнет. Потому что мужская природа солнца это мужская энергия она не переносится тяжелее мужчинам переносить. А женщинам солнце хорошо потому что солнце это мужская энергия а вода это женская энергия. Мужчинам легче в воде а женщинам легче на солнце. А в Сибири женщина сдохнет. А? А в Сибири женщина сдохнет. А в Сибири Женщина сдохнет, поэтому от золотой середины ехать в Москву значит. Ладно, мы с вами изучаем тему, что делать, когда пришла тяжелая судьба. Мы начали с вами изучать разные энергии, начали изучать физический уровень, что делать потом психический, потом духовный. Все будем изучать, углублять. Завтра еще один день. Вам интересно было? Я рада. Я рада. Что? Женщина? Женщина? Нет, нет. А как? Мужчина. А-а-а, Женни Слова. Добрый вечер. Хотел в первую очередь поблагодарить Олега Геннадьевича за то, что такая замечательная лекция. И как бы хочу сказать, что два с половиной года назад я познакомился с прекрасной девушкой, которая меня привела в клуб «Благость». И я в этом клубе благодаря лекции Олега Геннадьевича полностью поменял свое мировоззрение, достиг определенного уровня, то есть определенной благости. И сегодня наступил очередной этап в моей жизни, где я в первую очередь хочу пригласить сюда Екатерину. Екатерина. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ